В эфире «Момент истины» в студии, как всегда в этот час и в этот день на пятом канале, в студии Андрей Караулов. Добрый вечер. Европейский суд по правам человека отказался признать Ходорковского по его первому уголовному делу политически преследуемым человеком. Именно об этом, о том, что Ходорковский политическая жертва нам постоянно, все последние годы нам в России, прежде всего в России, и либералы говорили, что весь мир борется за то, чтобы признать Ходорковского политической жертвой. Европейский суд по правам человека, еще раз скажу, рассмотрев все представленные материалы, отказал в этом Ходорковскому и его защитникам. А вот те материалы, которые вы, наши зрители, сегодня увидите своими глазами, наше журналистское расследование. Когда эти материалы, я продолжаю это расследование не один год, когда эти материалы появились в интернете, сегодня наши зрители, еще раз скажу, все увидят своими глазами. Как говорится, издание второе расширенное и дополненное. Но вот когда большая часть тех фактов, о которых мы говорим, я подчеркиваю, что я, Андрей Караулов, отвечаю за каждое свое слово, когда эти факты прозвучали, что называется, во всеуслышание, как только нас не шельмовали в ответ защитники Ходорковского, как только не оскорбляли, нам не привыкать, противно было. Но! Чем я могу гордиться? Никто, ни один человек, именно так, ни один человек не возразил нам, журналистам, по существу, предъявленных нами, журналистами, обвинений. Ходорковский и его трупы. Я именно так ставлю вопрос. Ходорковский и трупы. Там слишком у многих руки в крови. И прежде всего, как мы, журналисты, утверждаем, у самого Ходорковского. Итак, Ходорковский, трупы. Наш рассказ. В принципе, в принципе, это было не внезапно. Но то, что я сегодня жива, это случайность. То есть Ходорковский должен был тебя убить, как и соседи подумают? Да. Это уже окончательный кошмар был. А так приходили странные люди, которых я всерьез не воспринимала. И тема была одна. Уезжайте из вашей квартиры на окраину Москвы. Да, вы знаете, да, вот мы вам... Мне на ТЭПу нужен этот дом. Да. Я сказала, что с ума сошли. Я относилась к этому, как к комедии. И так со всеми жильцами. Колпачный переулок. Дом 4. Готовы ли мы сегодня после кампаний, в том числе и после проплаченных кампаний, ЮКОСом, предполагаю, я, журналист Караулов, ЮКОСом проплаченных кампаний, воспринимать правду. Правду о Ходорковском. Я считаю, что не готовы. То есть, когда мы говорим, что этот человек, Ходорковский, серийный убийца, Мы, а, опоздали? Да. Вы в этом опоздали. Это не значит, что вы не должны этого говорить. Но вы в этом опоздали. Это как расплавленный металл. Когда он же там отлился, то для того, чтобы создать новую форму, его надо заново переплавлять. Он уже сам по себе в этой форме существует. Ну что ж, Андрей, может быть, мы эксперимент с тобой сделаем. Пусть зрители посмотрят этот фильм. А в конце мы спросим наших западных коллег. Журналистов. Как они относятся к тому, что они только что увидели? Более того, любой, кто пожелает из журналистов, как российских, так и западных, может точно так же, как мы, шаг в шаг, след в след, провести собственное расследование истории дома в Колпачном переулке. Вот давай попробуем, чтобы наши коллеги, прежде всего западные, удостоверились в том, что это действительно правда. Давай мы не будем торопиться, Света. И напомним твой рассказ, который прозвучал в передаче «Момент истины» не вчера. Это очень важно. Да. А 4... 2005 год. Раздается звонок. Тогда еще ЮКОСа не было, был Минотеп. Что вы там напечатали? Значит так, чтобы вот больше ничего этого не было. Естественно, им ответили, что это газета, вы ошиблись, наверное. Мы, говорят, ничего не ошиблись, мы все знаем. Потом начались звонки. А сколько стоит ваша газета? То есть, может, мы ее вообще купим? Поэтому тут трупов не было. Но методы работы, вот, когда вот эта дискуссия началась, я вспомнил. Чего все молчат-то, что целое кладбище? Народная артистка России Светлана Врагова, кто ее не знает сегодня? Я не знаю, что лучших театральных режиссеров. У нее было несчастье. Так случилось, что ее дом располагался рядом с банком Минотепа во дворе. Расселил господин Ходорковский и его товарищей подъезд. Но двое жильцов не захотели выезжать. Народная артистка России Светлана Врагова и ее сосед с верхнего этажа. Блин, прекрасный день. Врагова приезжает с дачи, открывает квартиру. Квартиры нет, то есть, стены-то есть. А вот квартиры нет. Все вывезли. Нет мебели. Нет самой для нее страшной библиотеки, которую собирал ее отец. Да, символично. На полу валялась книга Морисина Кнебель «Ученик и ученики». И на лице Морисина Кнебель был такой страшный след. Ноги? Ноги. Это первое, чем я столкнулась. Адорковский признался, что это они все? А он извинялся потом. Он признался, что это это? Он признался, и он сказал, ради бога, извините, я не знал, что это вы. Минотеп признал, что это их рук дело? А убийство соседок? Саша Кончатов, вот стоит банк Минотеп, и в глубине двора... Этот дом? Этот дом, вот внутри двора. Ты в нем прожила сколько? Я в нем прожила много. Все поехали, а я нет, я же чистопрудный человек, родилась на чистых прудах. Они приходили ко мне в театр, вот вам в Ясеневом и так далее. А когда я выпускала Катерину Ивановну, я и жила на дачу. Приезжаю я домой, стоят автоматчики перед моим домом. И когда я поднимаю глаза, рамы не мои, холодильника нет, и дверь открыта. Знаете, ощущение, ну еще пока человека только что, ну, художественный руководитель. Я говорю, а где рамы, почему они другие? Глупым голосом. Открываю дверь, и вот я принесла вам фотографии, потом вы их посмотрите. Ну, такой вот шок, наверное, в Чечне бывает, когда бомба попадает в дом. Там были пробиты швелерами стены. Вся мебель вынесена, вся библиотека вынесена. Ну, Марью Синкнебель никому не понадобилась. Я должна сказать, что я никогда не испытывала состояние невесомости. Я сказала, возьмите камеру и снимайте. Мы принесли камеру, бойцы не пускают нас в нашу квартиру с камерой. Говорит, мы ничего не знаем. Я говорю, как вы ничего не знаете? Это украинские строители открыли, разорвали все и увезли у вас все. Это как бойцы объяснили? Бойцы объяснили. Минотеповские. Минотеповские, да. И самое страшное в этой истории было то, что никто не хотел помогать. Я пошла в милицию, там стоял толстый милиционер, чесал вот так живот, у него живот был дальше, чем полагается, а рядом стоял такой утхлый Мерседес, который, видимо, ему подарили. И глядя, обхахатывал меня. Я ему объясняю, вот у меня квартира была, у меня ничего нет теперь, ни одежды. Идите, подавайте в суд. Я пошла к адвокату, тот сидел тоже. Знаете, какое-то было ощущение совершенно отмороженности всего того, что вокруг Минотепов. То есть у меня вынесли квартиру. А ничего, никто не мог. Ничего сделать нельзя. Самое главное, что реакция была, знаете, как во сне. Вот ты спишь, и там какие-то такие вот монстры стоят, и на тебя смотрят. Ну, хамство пошлите. Это же пошлите хамство. Подожди про хамство. Самая интересная, Марка. Впереди. Сижу я в своем кабинете пол первого ночи. Ехать мне некуда. Только на дачу, которую я снимаю, дома у меня нет. И звоню Косте Щербакова. Он был первый изместитель министра. Культуры. Костя, вот у меня такая история, что мне делать? Он говорит, Светочка, а что я могу? Ну, я говорю, Костя, извини, но я так вот уже. Повесил трубку. Ну, звонок. Он говорит, Свет, подожди. Тут у меня один человек сидит, и начинается история. По мобильному телефону ты должна позвонить в 8 утра Александру Сергеевичу. Кто-то такой, я никогда в жизни его не видела. Мобильного телефона у меня не было. Я побежала к бизнесменам. Они дали мне такой мобильный телефон, он только был первый. Я решила совсем не спать, потому что в 8 утра бодрым голосом лучше не спать. И звоню, говорю, алло. И вдруг оттуда голос. Алло. Я говорю, вот это врагов. Друзья моих друзей, мои друзья. И повесилась трубка. Когда я приехала в театр, Минотеп начал отзваниваться. Кто же это был, Александр Сергеевич? Никто не знает. А хоть в какой стране? У нас в России. И Александр Сергеевич заставил Ходорковского издениться? Я такой Александр Сергеевич. Я до сих пор могу сказать, Александр Сергеевич большой. Некий Александр Сергеевич? Да, я не знаю, кто это. А вот парень с верхнего этажа, когда был расстрелян? Не знаю, он прибежал ко мне. Как фамилия Ващенко? Он прибежал ко мне в театр, ты ничего не боишься, ты ничего не боишься, у него глаза бегали. А потом, когда у меня муж пришел домой, какие-то бритоголовые дяди сказали, еще раз появишься здесь, убьем. Вот все видят Врагову. И все понимают, что Врагова говорит правду. Вот Врагова настолько аутентична, и настолько давно она это все говорила, и настолько понятна, что эту историю она выдумать не может, что все понимают, что история, рассказанная Враговой, подлинная. Никто не скажет, что она провоката. А тогда почему мы не готовы услышать вот эту правду про кровь, про трупы Михаила Ходорковского? Гигантская пропагандистская кампания. То есть не серийные убийцы, как мы сейчас будем показывать, вы убийцы. Все убийцы, кто против него. Мы, но не они. Не они. С головы на ноги. Да, они святые. Нет, ну это немыслимо для любой нормальной, чтобы, понимаете, конечно, поднормальность становится. Чтобы какой-то банк вот так... Это невозможно. Кого на тот свет, кого на улице. Так не бывает. Не было бы ни банка, ни людей, которые этим банком заправляют. Мы показываем сейчас нашу старую программу 2005 год. И комментарии уже сегодняшней Светланы Враговой. Сначала старые кадры. И вот только первые передачи, где я могу сказать об этом. Видите, я ведь и в частной жизни об этом говорила, вырезали. Не дали сказать. А уголовного дела не было? Да не было, потому что они сразу это дело замяли. Банк Минатеп – это бывшая моя 324-я школа. Скажи мне, вот когда ты выступала в эфире «Моменты истины», рассказ о убийстве Саши Кончатова, ты не рассказала тогда, что исчезла армянская семья без следных на улице? Не рассказала? Выкинули. В моменте истины этого не было? Не было. Да, этажом выше жила армянская семья и грудной ребенок. Скажи, ты ожидала, что будет хотя бы уголовное дело? Ничего не было. Позвонили и вот насчет Кончатова спрашивали. Из прокуратуры? Из прокуратуры. Альсан Степанович Кончатов. Про него что-то спросили. То есть нет даже уголовного дела? Нет, висяк. Дом потрясающий, Колпачная 4, с венецианским стеклом. Там сегодня дом приемов Юкоса. Ты знал эту историю? Конечно, и более того, я об ней книжки написал. Ты писал, Врагово, в 2005 году. Я подчеркиваю, не сегодня мы это все говорим. Сколько лет подряд. И никто не слышит. Конечно. А как это, Кашич? Конечно. Они считают, что Ходорковский святой. Кто они? Мы цивилизованная страна. Это история реальных людей. Я предлагаю всем журналистам пройти по нашим следам. История жильцов дома в Колпачном переулке. Где сегодня дом приемов Юкоса. Как они Юкоса отбирали? Вот тогда Менотеп. Имущество у людей. Кого в могилу, кого куда. Трудно пройти, неохота. Да не только неохота. Там большие очень группы интересов, которые раньше кормились от Юкоса. Сегодня-то почему же? А реальные трагедии, реальных людей никто не хочет слышать. Мы знаем, когда в начале века либеральная интеллигенция рукоплескала террористам. Тем, которые взрывали людей. Рукоплескать убийцам? Это было. Это ведь было в нашей истории. Я понимаю, что в России такая страна, Петр Великий еще говорил когда-то, где небываемое бывает рукоплескать террористам, то бишь убийцам. Я ведь нашел маму Саши Кончетова. Я поражаюсь тому, вот то, о чем я говорил в начале сегодняшнего нашего разговора. Как нас шельмовали, когда часть, не все, что мы показываем, а вот некоторая часть этих материалов, появилась в интернете. Каких гадостей я про себя только не прочитал. Но никто не сказал ни слова по существу. А как ты с Вараговой будешь спорить вот съемки ее квартиры? Как? После нашего интернетовского обращения никто из коллег не поинтересовался судьбой Кончетова. Я нашел его маму, Нора Зиноваровна Саакова. Ее уже за 80. Она до сих пор работает в Монников поликлинике, в отделе урологии. Я позвонил Норе Зиноваровне с вопросом, кто, как она считает, убил ее сына. А, ну что вы сейчас мне, Господи, Боже мой. Простите мне этот вопрос. Потому что вы не сказали, если я скажу, с детей моих убьют. А кто вам угрожал, Нора Зиноваровна? Это было 17 лет тому назад. Я вас умоляю, простите ради бога мне мою настойчивость. И простите мой звонок. Просто мы сейчас хотим разобраться во всем. Там есть народная актриса жила в УЗУ. Врагова, Светлана Александровна, она и рассказала. Она все знает, как было. Мы боялись что-то сказать. Вы боялись? Потому что сразу сказали следователи и прокурор сам. Вы очень не возражаете, дело закроем. Это вам сказал следователь? Я сказала, так все 20 лет тому назад. То есть возбудили дело и сам следователь сказал, вы не возражаете? Я ее закрыла ради детей. Нора Зиноваровна, я вас прошу, если можно, вот просто минуту... Я понимаю, что это все очень сложно. Скажите, а фамилию следователя, этого негодяя, который вам предложил... Он сказал, у меня тоже дети, я боюсь, тоже. Это 17 лет тому назад. Это сказал следователь? Прокурор был, следователь. Все сказали, что Ходорковский и второй Кремец, они хотели отнять у него лошадь. Скажите, а кто вам сказал, что это Ходорковский? А я и сама познала, потому что народная актриса. Мы бы ничего не знали. Вот если бы не Врагова, то все бы и молчали, все жильцы этого подъезда. Я правильно понимаю? Да, 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 да. Поэтому я замолчала. И дети не хотели, жена не хотела этого заболевать. Ну и мы все замолчали. Я кто про ком-то уверен, что Ходорковский? Что бы он сдох, каждый день нас об этом говорю. То есть все, что рассказывает Врагова, это правда? Да, все тоже надо, он дружил с этой женщиной. И она все видела, как сбрасывали все это. Все его оборудование из окон. Да, да, все, все. И опять он молчал, потому что он очень упрямый был. Все говорили, отойди от него. Он сказал, нет, я буду судиться. Адвокат ему сказал, тебя же убьют. И тут, утром, после этого суда его убили во дворе нашем. Конечно, невероятно. Следователь предлагает ей закрыть дело. Фактически, следователь предлагает ей забыть о своем сыне. А в квартире у него была студия. Он там записывал какие-то песни. Знаете, для меня это все неудивительно. Неудивительно. И деньги, и кровь, и какие-то отношения остались. Проще не слышать, проще отказаться от этой правды и выходить на пикеты за Ходоркова. Слушай, когда-то в Америке был фильм голливудский. Спасти рядового Райана. Когда вся Америка, вся великая страна спасает рядового Райана от войны. Потому что он последний ребенок, оставшийся в живых у матери, в семье. А почему вся страна России не встала на защиту Саши Кончатова, Светланы Враговой? Враговой повезло, что у нее нашелся заступник. Да. А у Камчатова не было заступника. Да. Он в могиле. Я думаю, что на Западе не дураки живут. Эту историю Враговой ни одна газета не описал. Были сотни, если не тысячи, что в России 37-м. Поэтому мы ее не напечатали. Потому что там не дураки живут. Вот американцы как искали в Советском Союзе оппозицию, правозащитников и так далее. Эта политика ведется и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Почему они будут видавать ту идею, на которой они работают? Есть эта идея. Ходорковский. Ходорковский. Политический жерт. Молодой, энергичный как бы, да. Они никогда не откажутся от этого символа. Те люди, которые работали с ним, а это тысячи людей. Это сотни людей, связанных и с политической элитой. Это сотни людей, бывших чиновников, которые в свое время работали. Они сидят на крючке. И рано или поздно они могут с одной стороны вступить в дело, а с другой стороны они прикрывают все это. Я докажу сейчас, что, к сожалению, ты прав. Еще один монолог. Фарида Петухова. Вдова мэра Нефтьюганска Петухова. Убитого ЮКС. Где-то за полгода так стали угрозы уже открытые поступать. Он должен идти на уступки ЮКСу во всем, подписывать все документы по сокрытию налогов. То есть смысл уйти от налогов в Нефтьюганский? Да. Не платить местный бюджет ЮКС. Ходорковский платить не хотел. Да. Все началось с угроз. При встречах это было. При встречах? При встречах. Ходорковский участвовал? Участвовал. Лично он? Лично участвовал. Ходорковский. Как он себя вел? Первое время, мне известно от мужа, он в основном молчал. Он хихикал сидел. Хихикал. Вот дословно слова моего мужа. Они забегают, где-то 8-9 часов вечера, забегают мимоходом. Мэру города. Мэрию приходят к нему. В периодиках всегда идет Владимир Дубов, он мне рассказывал. За ним идет, сутулившись, Ходорковский. Ходорковский часто был в Нефтьюганске? Недели три, две недели раз. Постоянно он ходил. Свой самолет был? У них свои самолеты были, у всех. Никто не мог проверить этот самолет. Кто садится? Кто выходит оттуда? Никакой регистрации не было. Прилетали часто, да. Потому что, как никак, это же главное производственное объединение по добыче нефти и газа. Вот там, в Нефтьюганске. До 75 миллионов тонн нефти. И оно стало собственностью Минотепа? Нет, это совсем не так, как рассказывает наша пресса, наши СМИ. И об этом скрывают те люди, кто это участвовал. А в самом деле, кто-нибудь поинтересовался на основании чего? Юганск нефтегаз. 75 миллионов тонн в советское время, я еще раз назову эту цифру, по году добычи нефти. Оказался фактически собственностью Югуса, если у них был небольшой пакет акций. 49% производственного объединения Юганск нефтегаза было отдано трудовому коллективу. 51% оставался контрольным пакетом за государство. Вот кто-нибудь поинтересовался, а как это? Это же райдерский захват был, чистая вода. И когда эти вопросы ставятся, мы тоже, кстати говоря, неоднократно их поднимали. Ответа нет. Потому что ответа нет. Они начинают кричать, да вы что это? А вот эти вопросы нужно еще задавать первому президенту нефтенной компании ЮКОС Муравленко. Он первое время скрыл насильственный захват. На этом залогом аукционе только был один участник, почему он был противозаконным. Несмотря на противозаконность этого аукциона, Минотеп приобретает 12% акций Юганск нефтегаз, то есть дочки АНК ЮКОС. ЮКОС они не выкупили, нигде не выставлялся. Дальше идет насильственный захват органов управления ЮКОСа в целом. Насильственный? Насильственный идет. Об этом скрывают. И господин Муравленко скрывает. Его заместители Виктор Казаков скрывают об этом. Вот благодаря их трусливости вся доля ответственности и выпала на моего мужа. Они подставили его вместе. Они испугались, ушли в сторону. Господин Муравленко, бывший руководитель Юганской нефтегаза, который так вот неожиданно отдал все ЮКОС в свою компанию. 75, еще раз скажу, 75 миллионов тонн добычи в советское время по году. А не тот ли это господин Муравленко, которого потом щедро отблагодарил и ЮКОС? Не стал ли он депутатом Государственной думы от коммунистической партии? Там было еще 5 или 6 человек от Ходорковского, которых Зюганов взял в список мультимиллионеров. И в Думу, как благодарность за вот такие поступки. Этому не стоит удивляться, Лев Никитич? Конечно нет. А почему же? Да потому что... У человека было 16% Юганской нефтегаза. Оказалась вся компания. Рейтерский захват мы слышим. Реакции никакой, уголовного дела нет. А парень в благодарность пошел в депутаты. Когда человек создает империю, на определенном этапе это превращается в некую идею фиг. То есть империя любой ценой. Мы ни перечень не остановимся. Ни кровь, ни путку. Это, собственно, урод наркотиков. Есть замечательное выражение, что до наркотиков у меня была тысяча проблем, а теперь только одна. Нефть как наркотик. Ну, нефть как наркотик. Деньги как наркотик. Я думаю, что это задача для психологов. На каком этапе все остальное превращается в тлен и в суету. Когда уже вот эти переговоры шли в начале, подкупа моего мужа как мэра. Подкупа? Подкупа. Деньги предлагали? Приносили? Прямо в кабинет принесли пакет. В кабинет приносили, открывали, показывали. Но миллион-то был? Он не знает, но дипломат был полный. То есть смысл какой? Замолчи? Замолчи. Замуть про налоги, которые мы не платим в бюджет города нефтьюгарского. Представители Ходорковского говорили, всех покупаем, но Петухова невозможно. А кто ему деньги вносил в кабинет? Дубов или сам Ходорковский? Личный представитель Ходорковского Копанев Юрий Анатольевич. Да. Он был личным представителем Ходорковского в нашем регионе. Его поведение всех настораживало, все возмущались его сбором компроматов на руководителей. Кто не лоялен Юкусу? В ресторанах, эти выпивки, гулянки, артисты из Москвы, это баня, это сауна. Владимира Петухова постоянно туда предложили. Он не посещал, он понимал, что это ненормальное явление. Сколько же они должны были платить в бюджет нефтьюганска? Полтора триллиона. Проще было купить мэра, дать ему взятку, отойди брат в сторону. Об этом предложил он 25 июня. Владимир Дубов был на том совещании у губернатора, и он там прямо сказал, когда перерыв был. Все слышали, они сейчас боятся, они мне только шепотом говорят. Вот, Владимир Акадьевич, ты снимаешь все вопросы к нам, мы тебе еще это запомним, что ты нас вытащил губернатору. А я сегодня вечером позвоню Ходорковскому, тебе не жить. С пеной у рта, он вечером мне 25 июня приехал, рассказывал об этом. А на совещании у них был сговор, сговор за спиной Владимира Петухова. Марь Нефтьюганск Петухов, он ведь голодал. Юкос не платил ни копейки налогов, а у него город встал. Нет денег на зарплаты. Ну как это Юганск Нефтьюганск, да, вдруг не платят налоги. Городу Нефтьюганску, хотя это градообразующее предприятие, при советской власти платили, жили-то они хорошо. А тут нет ни копейки денег, Юкос пришел. Да, таких героев было, кстати, немало в тот момент. Думаю, что в тот момент нет. Да, люди еще были твердые, была закваска и... Нет налогов. Ни одного бюджетники не получает. Производственная бригада стоит в самом Юкосе, не работает никто. А взамен этого Ходорковский заявляет председателю независимых профсоюзов Анатолию Ширяеву. Так кто такой здесь бытло? Я привезу китайцев, за копейки они здесь будут работать, а вы с голоду будете подыхать. Вот так разговаривал Ходорковский. Нет зарплаты, бюджетников, нет пенсии, ничего нет. Социальный взрыв. Петухов ему взятку дают, а он взятку не берет. Он голодал за своих горожан. Нынче о мэрах у нас ставствует, да, другие представления. Уж то, что, но не каждый из них готов погибнуть. А ведь тоже мы о Петухове ничего не знаем на самом деле. Но был такой, ну вот да, труп. А ведь мы о нем ничего не знаем. Абсолютно, абсолютно правы. Это вопрос к редактору крупнейшей газеты нашей страны. Мы все не знаем. Или знать не хотели? В тот момент не знали, потому что все бурлило. А сейчас? Ведь фильм можно снять о Петухове. Люди еще были твердые. Старая советская школа. Ну как, ну жалко, старики, мы же живем на севере, да, друг друга знаем, а тут денег нет, что я людям-то объясню, что Ходорковский пришел. К сожалению, сейчас многие идут в мэры для того, чтобы получить территорию, получить какие-то предприятия и народ, это просто количество электората. 25 июня у них было совершение, если уже 7-8 месяцев ничего не поступает от нефтяной компании «Юкос». Скажите, Петухов понимал, что они его убьют? Он не верил в это. Но если он отказывается от денег, ведь как, сначала покупают, потом убивают? Эту картину может рассказать и начальник ФСБ Ханты-Мансийского округа. Этот человек остался, несмотря на то, что и угрожали, и предупреждали не вмешиваться в этот вопрос. Я же его предупреждал, не связывайся с ним, он человек очень опасный. Утром он собрался, ушел на работу. Обычно он ходил пешком, осматривал город. И снайпер. Нет, не снайпер. Но дальше, смотрите, под этот обстрел попал Кокошкин Вячеслав Евгеньевич. Молодой человек. Он жал вместе с вашим мужем. Вместе с ним, да. Кто этот Кокошкин? Он работал юристом в администрации города. К счастью, он остался живой. Изобретли одну пулю из позвоночника, а вторая пуля, привет от Ходорковска, до сих пор осталась в его пиле. То есть он парализованный? Да, ему тогда... Он признан официально потерпевшим? Нет, не признали. Почему? Потерпевшим. Ну как они вместе идут? Нет, он не признан потерпевшим. До сих пор? До сих пор не признан. Да как это понять? Вот мы тоже задаем эти вопросы, и некому задавать эти вопросы. Как? Ахуруру генеральному? Слушайте, у нас считается, что, опять-таки, любой ценой власть хочет згнаить Ходорковского в тюрьму. Человек, который получил пули в ту же секунду, что и ваш супруг, на секунду позже. Да. Он официально до сих пор не признан потерпевшим? Не признан потерпевшим. От ЮКОСа, от Ходорковского? Нет, не признан. Муж признан убитый, а он не признан? Да, да, он не признан. Алло. Вячеслав Евгеньевич. Да. Добрый день. Здравствуйте. Андрей Караулов, меня зовут Москва. Да, я слушаю. Вы действительно до сих пор официально не признаны потерпевшим по делу о покушении на вашу жизнь? Вот такой странный у меня вопрос. Не признан? Не признан? Нет. То есть до сих пор вы, человек, которого стреляли через секунду после убийства Петухова, не признаны потерпевшим? Ну да. Как они вам объясняют, наши прокурорские? Вроде как покушение было на Петухова, и я вообще не при делах. Если у вас пуля до сих пор от него в спине. Не в спине, в ноге. В ноге. Вы парализованы, да? Нет, я с костерами передвигаюсь. Вроде как я вообще не при делах. То есть вы не человек? Солучается так. Это в бумагах подписано. В официальных ответах вам пишут, что вы не человек фактически, поэтому им все равно стреляют у вас или не стреляют. Это невероятно. То есть если тебя не убили, то ты, так сказать... То ты не человек, ты нам не интересен, ты даже не потерпевший. Иди гуляй на костылях-то. А вот так? Вот в такой стране мы живем. Нам и говорят, это сторона Ходорковского, его адвокаты, что он не потерпевший. А вы не хотите в Страсбург обратиться уже с претензией к генеральной прокуратуре нашей страны? Вот как все понять? Обратиться к тому же Страсбургу нужно очень большая сила воли. После того, что произошло, сила воли сломлена. Я же живу под колпаком. То есть... Постоянно угрозы идут. Я это говорить не могу. Вы боитесь своей жизни? Боюсь, да. Боюсь. Ну вот как такое может быть? Да, идут два человека по улице. Им в спину летят пули. Тот, кто убит, тот потерпевший официально, а тот, кто искалечит. Вообще в нормальной стране такого быть не может. Но у нас права потерпевшего никак не защищены. У нас защищены права обвиняемого, подозреваемого. А права потерпевшего сведены до минимума. Происходит убийство 26 июня. Губернатор не появляется там. Около 200 тысяч населения. Но губернатор не был с этим народом. Проходит 98-й, 99-й, 2000-й. Они гуляют вместе, обнимаются на сцену. Филипенко и Ходорова. Да, губернатор Хантамансийского округа. Когда произошло убийство, через дня 3-4 целые бригады уехали в Москву и добили, чтобы была создана бригада под руководством Колесникова Владимира Ильича. Но она поработала дней, наверное, 10, а потом его уволили из МВД. Из-за того, что с делом Ходорковска связываться не нужно. Вы говорите, бригады уехали в Москву. Это люди с Хантамансийска просто поехали за правду. С нашего региона. Чтобы достучаться до правительства господина Кириенко, до генеральной прокуратуры, 4-5 дней никакой следствия не ведется в городе. Вообще никакого? Никакого. То есть убийства есть, нет даже баллонного дела? Да, 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 никакое не ведется. И вас не допрашивают, вас очевидцы? Нет, нет. Меня охраняли, можно сказать, целый полк меня охраняли. Местные ребята, были ребята из органов. Убить близкого человека, и в каком состоянии я могла быть? В чем же эта опасность заключалась? Свидетели, которого слышали, сказал Дубов, который сейчас на миллиарды загорает на обитованной земле, которая накоплена за счет крови моего мужа, и тех людей, которые отдали свою молодость, энергии для создания этого крупного нефтегазодобывающего комплекса, для того, чтобы эти люди паразитировали. Таких случаев был, конечно, не один, не два, и, конечно, история вот этого юриста. Кольнуло больше всего? Абсолютно. Потому что вы нашли реального человека, который реально пострадал. А приватизация юганцев нефтегаза, когда 16%, там кольнуло всех. Только там, на севере, север далеко. Наверное. Там весь город все понимает. И город сказал, не Колесников, которому рта не дали открыть, хотя он генерал-полковник. Город сказал, кто убил. Показательное убийство. Показательное, чтобы не лезли за налогами. Такая же ситуация была в Ивенкии. А, искалеченный юноша, видимо, молодой человек, который ходит на костылях, и все говорят, что он не потерпевший. Не при делах, как он говорит. Это уже преступление. Где тут замечательная прокуратура, следственный комитет и вся эта публика? Именно сегодня. Вся наша передача вопроса к чайке, которую вы пока остаются без ответа. А есть еще один вопрос. А монолог Фариды Петуховой о том, как тогда никто не хотел даже расследовать убийство. Пять лет после убийства мужа никакое расследование не велось. Вы сегодня, в 2011 году, боитесь, что Ходорковский, который уже в тюрьме, он сколько лет, заставит вас замолчать пулей? Способен он на это. И если даже он сидит там, это не говорит о том, что у него нет связи со внешним миром. И вы считаете, что страна-государство не в состоянии вас защитить сегодня? Нет, она не защищает меня сегодня. Я не верю этому государству. Не верю. То есть вы боитесь свою жизнь? Угрозы идут по-прежнему от тех же, кто убил вашего мужа. И вы считаете, что государство не в состоянии вас защитить? Нет, не в состоянии защитить. Если бы кто-нибудь из обычных, скажем, добропорядочных англичан или американцев пришел в свой дом... И его нет. И его нет. Квартиру вынесли? Да. И жить некто. Ни мебели, ни холодильника. Разбитые стены. У меня же антиквар очень много было. Представьте себе, что добропорядочный европейец, особенно англичанин, который страшно любит свой дом, или американец, пришел домой, а какой-то глава банка убил, выкинул. И пожаловаться некому, оказывается. И самое главное, что они идут в полицию, а там никто не реагирует. Представьте только на секунду себе любое другое цивилизованное европейское государство, которое мы сейчас так любим... Или в Америке. Мне кажется, говорить надо, несмотря на то, что беспорядок... Как это наша работа, это наш долг, не врать. Конечно. Наш долг не врать, говорить правду. Конечно. Скажи, а много трупов, когда Ходорковские сотоварищи покровку расселяли? Много. И я начал о молодежной инициативе, это же показательно. Это организация такая была на покровке. Да, это была общественная организация, они сидели в своем здании, и когда к ним пришли какие-то люди, они тогда еще не знали, что это за люди, они сказали, Да вот у нас, вот бумажка от Лужкова, вот бумажка. Наше здание? Да. А это там же, рядом с банками на ТЭП? В этом же комплексе. И они говорят, да, пришли какие-то, да мы сейчас комар носа не подточат. Через два дня я захожу к ним, они пакуют вещи, собирают, вот, как будто бы вражская армия приближается. Напугали или денег дали? Напугали. Они говорят, да тут пришли к нам юристы с автоматами. У них аргументы вот показали мне посильнее, да, понял, стволы. И люди съехали. Есть право прописано в учебниках, а есть право по жизни. Ну и подтвердили мне сегодня из другого источника, что все-таки этот еще что-то там готовим. Мы там работаем. Мы на журналистском уровне там работаем. Весь мат в этом разговоре мы будем стирать сейчас характерным сигналом в России, к сожалению, нынче. Все разговаривают как умеют. Я хочу, чтобы все наши зрители услышали сейчас запись вот этого телефонного разговора полностью. Знаете, какое решение надо принять на самом деле? Я понимаю, что ситуация опасная, надо ее проследить. Давайте все-таки мы дадим отмашку, чтобы мы создали проблемы. Леонид Невзлин обещает создать проблему мне, чтобы остановить наше расследование по ЮКОСу и по Ходорковскому. Черт, который что-то там готовит, о чем собеседник Леонида Невзлина, коммунист Алексей Кондауров, соратник Зюганова. Бывает и такое. Невзлин правая рука Ходорковского осужден заочно. Именно за убийство и скрывается сейчас в Израиле. Так вот, черт, который мешает им нормально существовать, это как раз я и мои друзья-журналисты. Дима Гололовов позвонил мне по этим компроматам РУ, кому-то тридцатку должен. Ну давайте о чем. Пять или шесть миллиардеров из ЮКОСа оказались несколько лет назад в предвыборном списке коммунистической партии России, списке Зюганова. Муравленко, о котором мы говорили сегодня, тот же Кондауров, пять или шесть человек. Караурова, например, оставить из уборства. Это точно. Мы там работаем. Мы там работаем. Мы там работаем, отвечает Невзлин. Видимо, имею в виду наше прежнее место работы, чтобы сюжеты о ЮКОСе не выходили бы в эфир, сразу скажу у Невзлина и его товарищей коммунистов. Ничего не получилось. Но мы там работаем. Работаем, значит, мешаем. Я считаю, что мы сейчас должны выделить денег, создать ассоциацию честной расцветской журналистики, в кавычках, да, да, объявить этические принципы, все дела, взять под себя через эту ассоциацию реально, да. Софсек, слух, стрингер, может быть, даже компроматы и так далее, выработать принципы, на самом деле заводить деньги. Юльку Латынину с программой, это даже всех. Они, во-первых, к этому тяготеют, во-вторых, денег все равно хотят. Итак, подкупить целый ряд журналистов, чтобы уже они, наши коллеги, нас бы и заткнули, ну, попытались бы это сделать, потому что количество, виной раз, как известно, переходит в качество. И на всякий случай создать на деньги ЮКОСа ассоциацию независимых журналистов-расследователей, чтобы слово против ЮКОСа в ответ два других. Ассоциацию так называемых независимых журналистов-расследователей. Я думаю, мы какие-то деньги потратим. Вот мой Аверчев просит 250 тысяч за решение вопроса. Это, надо сказать, вообще очень интересный разговор. Таких разговоров, я предполагаю, была уйма у Ходорковского, не взгляну у всех у них руководителей ЮКОСа, кого куда назначить, какого чиновника, как подкупить, кому какие взятки давать. Нынешнее состояние МВДшное у полиции и новая металла ФСБ, это в сумме в плюс нам сыграет. Нет, если он сейчас не решит вот эти вот проблемы с налоговой полицией, приезжает парень, сводит до конца малый, так сказать. Я его сейчас хочу двинуть. Полицейского мы туда ставили тоже. Полицейского же тоже мы туда поставили. Ну, агент он полиции, да, ну и чего. Ну, полицейского же мы туда поставили. Ну, полицейский-то говнюк вот на самом деле. Ну, говнюк не говнюк, а я за него платить платил. Ну, он-то ни хереном не решал, по-моему. Софсек, Стрингер. Можно даже поставить вот этого азербайджанца из Софсек. А, да. Президент ассоциации. Юлю Левину потом создать ассоциацию на ростовской журналистике, в кавычках, да. У Юкаса был бюджет на месте. Невзлим. Нарешил, и деньги были выделены на борьбу с нами. Создать некий пул якобы независимых расследователей. Кто должен был войти в этот пул? Юлия Латынина, Мишка Маркелов, Рустам Ориджанов. Они выделяли деньги на борьбу с нами. Чтобы мы заткнулись. И на рекламные программы, я не буду говорить, издания, то количество редакторов, которые мне напрямую об этом сказали, да, нам заносили. Чтобы не пропускали критические замечания. Дело в том, что Ходорковский очень предусмотрительный человек. Я очень хорошо помню, как еще в 91-м году, во время путча, Ходорковский, командуя банком Минотеп, разделил своих подчиненных на две группы. Одну послал он в защиту Белого дома, а другую послал на помощь ГКЧП. Казалось бы... Кто-то же должен победить, да? Да, совершенно верно. В любом случае, он оставался бы в выигрыше. Кто бы не победил. И сохранил бы бизнес. Отметим, это был первый случай крайней предусмотрительности господина Ходорковского. За полтора месяца до того, как Ходорковский был арестован, он появился в редакции Московского комсомольца, где я тогда работал. Я не знаю, пригласил ли его главный редактор. Думаю, что по инициативе Ходорковского. Купить хотел газету. У них состоялась длительная встреча. Павел Гусев, Михаил Ходорковский. Главный редактор газеты. Совершенно верно. О чем они разговаривали, я не знаю. И не знает никто, кроме них двоих. Но возникла после этой встречи одна интересная закономерность. В московском комсомольце было запрещено печатать статьи, хоть как-то направленные против Ходорковского. Ты отвечаешь за свои слова? Я отвечаю за свои слова. А по-моему, что-то было. Подожди. Нет. Ничего не было. Более того, я отвечаю за свои слова еще и потому, что я сам писал эти статьи. О Ходорковском? О Ходорковском. Автор такого материала, за каждое такое материало, получал тройной гонорар. Ваш, похоже, слуга тоже получал. Но как только я вдруг подумал, ну вот мы защищаем господина Ходорковского. Ну неужели он такой белый и пушистый? Решил заглянуть немножко как бы с другой стороны в его подноготную. Но как только я написал против Ходорковского, сразу по рукам. И во-первых, по рукам. Во-вторых, я ее напечатал, но в другой газете. После чего генеральный директор газеты «Московский комсомолец» госпожа Черешкина сказала мне, «Газин Дэйч, вы же понимаете, что теперь вы на эту тему о Ходорковском в нашей газете публиковаться больше не будете?» Это было сказано при свидетелях. Чем больше мы будем рассказывать вот в таком ракурсе, нас автоматически будут причислять к другой стороне, авторитарной системе. Подожди, еще раз. Если бы, не дай бог, на месте народной артистки Враговой оказался бы любой россиянин. Вот на секунду, закройте глаза и представьте, ты приезжаешь к себе в квартиру, а квартиры у тебя нет, и ехать тебе некуда. Вот если бы каждый из нас или каждый из них, кто сегодня так вот кричит, что Ходорковский политическая жертва, от него бы, лично от него, от Михаила Ходорковского, даже, даже... получил бы вот такой удар под дых. Или пулю, как Кончатов. Вы понимаете, вот сейчас... Ведь Ходорковский купил ей квартиру у Враговой, он извинялся перед ней потом. Уже вой начался. Так же все начали орать. Когда звонил Сергей Николаевич Красавченко из администрации президента, это... Что сказала Ходоркова? А он сказал, алё, я стала орать. Он ничего не успел сказать. Я сказала, вы очень плохо кончите. Я вам говорю, Врагова, вы очень плохо кончите свою жизнь. Он что-то ответил? Не, я повесила трубку. А брат меня вот так держал, сказал, всё, ты убита. Ты убита. Все орали. Я говорю, еще посмотрим, кто убит. Прошло время. Приём был в Новый год. В Кремле. Вся культура была загнана налево. А все другие порядочные люди были в лучшем месте. И каким-то боком я попадаю не в свой огород. Я сажусь за столик. Справа по Танин. И напротив Ходорковский. Вот так. Я, Паша, помертвела. Он знал тебя в лицо? Нет. И он мне говорит. Ну, а вас как зовут? Я говорю, а вы подумайте. Так, взглядитесь в это лицо. Там как бы знакомиться стали. Ну, он сказал, я не думал, что это вы. Я говорю, ну, а если бы это была не я? Ну, как Кончатку убили бы и все. Да. Сейчас мы направляемся в гараж, куда заезжала машина моих родителей. Супруги Горина из Стамбова имели прямое отношение к службе безопасности Юкса и являлись специалистами по грязной работе. Проще говоря, глава семейства был в банде Пичугина Юкса киллером. Здесь были найдены несколько гильз, вот в этом месте. И вот огромное пятно крови. В один из дней они исчезли. После очередного убийства очень часто киллеров убивают, как свидетель преступления. Дмитрий Горин показывает то место в гараже, где были убиты его мать и его отчим. Почти вся машина была разбита. Как будто, не знаю, дрались как будто рядом с ней. То есть как вышел, так сразу убили. Просто немножко прошел еще. В этом пятне крови, как говорят в наших следственных органах, говорят, что был найден остаток головного мозга. Найдена гильза, патрон, но гильза такая, не деформированная, то есть как будто туда просто патрон положили. На один был женский волос, как говорят, волос моей матери. Раздался резкий звук, как будто кто-то ногтями скребется, не знаю, платье, вот такой звук. Я вышел и увидел в этой комнате, вот в этой комнате. Вот здесь кровать встала по-другому. Здесь лежала моя сестра, вот поперек. А здесь стоял вот этот вот мужчина в маске. Я увидел пистолет нацеленный на сестру. Меня удали рукояткой пистолета, вот, вот. Видите, что? Я думаю, что он сполна пьет вообще ту горькую чашу. И пусть с ним разговаривают все, пусть с ним опять говорит прокуратура нормально, пусть с ним говорит следствие. Он не только сидит, он и пишет. Покажите письмо. Лучше бы он молчал, честное слово. Главное признание того, что мы, журналисты, говорим правду. Письмо Ходорковского. Действительно, лучше бы они молчали, если Бог захочет кого-то наказать, он отнимает прежде разу. Но поскольку момент истины, где он так часто снимался, я лично казался псевдо-журналистом, Ходорковский пишет не псевдо-журналисту. Это очень интересно. Ведущий программы, да, неделя с Марианной Максимовской, канала РЕН-ТВ. Там был рассказ о фильме «Минут на шесть, на семь». Я читаю слово в слово, как написано. Уважаемая Марианна, считаю своей обязанностью, не ставя под сомнение позицию уважаемой С.А. Враговой, высказанной ею в эфире РЕН-ТВ, изложить свое видение тех событий. В середине 90-х годов, когда я работал в банке, наш сотрудник, отвечавший за взаимодействие со структурами правительства Москвы, сообщил мне о жалобе на самоуправство наших строительных подрядчиков. Ситуация была для банка крайне редкой и неприятной. В отличие от обычных споров, речь шла об уголовном преступлении. Об уголовном преступлении? В связи с чем я лично вызвал человека, осуществлявшего надзор за работами. Это Борис Золотарев. Будущий губернатор Ивенкия, он сегодня гость нашей программы. О нем речь. Он был завхозом у Ходорковского. А те строительные подрядчики, Ходорковский их не называет в письме, это сотрудники банка Минотеп. Он, предполагаю, Золотарев, правая рука Ходорковского по всем этим делам, сообщил, что ордер, полученный от правительства Москвы, как собственника здания, стоп, не жилой дом в Колпачной 4, а оказывается, это дом правительства Москвы, а там люди десятки лет жили. И переданный нами подрядчикам для начала работ не содержал оговорок о наличии иных арендаторов. То есть люди, которые жили в своих квартирах всю жизнь, а Света Врагова родилась в этой квартире, они оказываются арендаторами. Поэтому, продолжает Ходорковский, все помещения были вскрыты. Назначенное мною, читаю дальше, внутреннее расследование установило, что на имя Светланы Александровны, внимание, господа, имелся временный ордер на кавычки нежилое помещение для использования в качестве творческой мастерской до начала реконструкции. Можно прокомментировать? Первое, что должен сделать Ходорковский, уволиться его адвокат, который это писал. Это написано абсолютным чайником, который даже не может... сформулировать нормально. Марьяна прочитала свои передачи... Марьяна прочитала... Там убивал не Ходорковский, здесь писал не Ходорковский. Пародия на письмо. Как это, с неизменным уважением Михаил Ходорковский. Или тюрьма так действует на людей. Да, в быстрой сработой я действительно возглавлял хозяйственное направление. Что-нибудь похожее было? Я действительно отвечал за реконструкцию компактного дома в Ситири. Фамилия Вражева вообще мне неизвестна, никто меня не наказывал и никто меня не вызывал. Я понимаю, что ничего подобного не было. Да, и был наказан. Ничего подобного, никаких наказаний, ни материальных, ни моральных я вот серьезно не имею. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok